Альма-Матер Откровенно говоря, больше всего я ценю в жизни личную свободу. Вот мне хочется повернуться туда, куда хочу. Вы свободный человек. Я думаю, что ничего более высокого и ценного я не ощущаю. Какое место занимает семья в вашей жизни? Я думаю, что это очень сложный вопрос. Семья, члены моей семьи не занимаются таким вопросом. Вы занимаетесь своими частными делами. Но они все годы были с вами. Да, все годы. Я составился со своей старухой. Вот и все. Вот если бы можно было все начать сначала в жизни, то бы что-то изменили в ней? Если бы что-то... Я думаю, что я бы изменил две вещи. Во-первых, если бы было возможно, я бы сделал некоторые меры к тому, чтобы Россия, где она находится сейчас, в ее положении, не находилась на втором-третьем положении. Надо говорить о том, что вы добрый человек. Но не только добрый человек. Это очень опасно. Это нехорошо для мира. Вот смотри, что получается. Одна страна бомбит, бомбит, атакует, бомбит. Америка, Ирак. Я их не называл. Но Ирак, это же тоже живые люди. Да, конечно. В России, например, дети генерала. Оттого, что они дети генералами, они не перестают быть генералами, детьми. Это нехорошо. А вы знаете, профессор, вот вы, конечно, помните, великого писателя Льва Николаевича Толстого. Да. И он сказал, что никто не может распорядиться судьбой другого человека, убив его. А, ну, да, 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 да. Это барбар, что ли? Барбар стал. Стоит прав, да, стоит прав. Но ведь ракеты создавали, чтобы убивать людей? Ну, не совсем так. Я сделал бы все возможное для того, чтобы ракеты были изъяты из вооруженной роли. Нужды нет в этом никакой. Ракеты и особенно, скажем, нюклеер, атомная энергия. Это не цивилизованные методы. Почему все-таки человек такой кровожадный, такой злой? А, я не знаю, надо мне пару недель дать, чтобы подумалось, и тогда я сказал что-нибудь. Скажите, вот ваши почти 90 лет, вы что-то выпиваете из таких горячительных напитков крепостью выше 20? Я думаю, что ваши соотечественники и мои соотечественники, которые бывали здесь, их довольно много было здесь, они заметили, что я похож на человека в машину, в котором какой-то клапан перекрывает моментально. Вот до сих пор не больше. Вот так, да? Не больше. Я люблю выпить бутылку, ну, не бутылку, а стакан, бокал мягкого вина. Красного? Да, красного. Но два бокала, это уже много, клапан запрещает. А вот из более высокого градуса виски? Виски, я... Время времени я пью виски. Вот такую стопочку, вот скажем. Но не больше, больше не идет. Больше не идет. Вот сейчас столько времени уже, времени прожито. Нет ли желания написать книгу, мемуару? Есть такое желание, да. Есть такое желание. Но некогда. Некогда? Некогда. Горгорий Александрович Токатик не кривит душой, когда говорит, что ему некогда заняться мемуарами. Просто нет времени. Чтобы не встретиться, пришлось вести долгие переговоры с его секретарями и помощниками. Потому что выбрать свободный день у человека, чей график расписан на много лет вперед, было очень сложно. И тем не менее, мы встретились в том самом университете, в котором Токатик долгие годы руководил департаментом аэронавтики и космической технологии. Он уже четыре раза подавал в отставку. Но с ученым такого уровня университет расстаться не собирается. Первая отставка моя состояла в 1975 году. Меня отправили тогда в малоразвитые страны, потому что тогда вопрос стоял о быстром развитии науки и техники в этих странах. И я взял с собой опыт этого департамента. Тут был тогда другой глава департамента. Леви был его фамилия. А потом этот человек появился, воиннаследником стал. Он уже объединял и механику, и технологию, и науку, и аэронавтику. Все стало в одном лице. Один глава. Я думаю, что это имело свои некоторые преимущества. Но, как я уже сказал, после моей первой отставки начался ужасающий отлив кадров. Которые были собраны в ад. Да, которые были собраны. Я собирал свои кадры очень просто. Позвонил, скажем, в British Aircraft Corporation. Позвонил Sir George Edwards. И говорю ему, I say, I found to George Edwards and told him, I want that man. And мне этот человек нужен. Если он возражает, я ему говорю, ну, я игнорирую твое возражение, я все-таки забираю этого человека. Вот так собрал очень сильный коллектив. И мы вошли. Я был в очень тесных контактах с НАСА. Очень тесных контактах. С ними разговаривал точно так же, как с Джорди Мэдвардсом. И это облегчало работу. Помогало НАСА нам, мы НАСА. И мы соединились и работали. Потом к нам приехали американские астронавты после возвращения с Луны. И они возвращались с Луны в Лондон для того, чтобы сказать спасибо мне. Ну, это надо было сказать всем, не только мне, конечно. Но вот и с тех пор этот департамент развивается вот во главе с Дэвидом. Когда я встретил профессора Токкати в 1966 году, он уже был главой департамента аэронавтики этого университета. Он к тому времени знал всех людей, занимавшихся этой проблемой и у нас в стране, и далеко за ее пределами. Он следовал тем прекрасным и глубоким традициям, которые были заложены до него основателями нашего университета еще в 1909 году. Это было первое в мире учебное заведение, решившее начать исследования в области аэронавтики. Профессор Токкати прекрасно вписался в слаженный коллектив, а затем, став руководителем департамента, сделал его лучшим в Великобритании. Именно благодаря ему департамент аэронавтики и космической технологии нашего университета и по обучению, и по исследовательской работе остается по сей день самым передовым среди всех учебных заведений нашей страны. Сегодня легко рассуждать о причинах, которые заставили уехать выдающегося ученого из страны. Мы знаем, в каких условиях трудились лучшие умы под руководством Берии. Остается только сожалеть о погибших в лагерях и навсегда уехавших за границу. Но ведь это про нас говорится. Что имеем, не храним, потерявши плач. Теперь Англия гордится профессором Токати. Именно он был главным ученым на проекте сверхзвукового «Конкорда». Именно он создавал космические аппараты «Аполлон» и «Меркурий». Вот какая история, Григорий Александрович. Наука так далеко ушла, так высоко и глубоко. А каковы отношения с человеческой жизнью у науки, с человеческим нутром, с душой? На ваш взгляд, такой ненаучный вопрос. Мы философски, смею надеяться. Я думаю, что он и философски, и научный. Вы совершенно правы. Наука сделала гигантские шаги. Фактически, я бы сформулировал философию эпохи стыка 21-го и 20-го веков. Это главная философия этого момента. Следующим образом. Наука и технологии достигли таких достижений, таких глубин, которые еще в массе на улице неизвестны, что уже невозможно уложить в научно-техническое содержание, прогресса, в традиционные формы организации, идеологии, философии, социологии. Человек, что получило в своем полном распоряжении уже такие средства, последствия которых проясняются только через 50-60 лет. Ну, например, скажем, мы идем сейчас на планеты нашей Солнечной системы. Марс и так далее. Я, кстати говоря, участвую в этом деле. У нас возникли такие вопросы, о которых нельзя нигде найти, ни косвенного намека. Нет науки такой. То, что мы сейчас встречаем, это совершенно новое в науке. Например, Ньютон дал нам свои законы и движения, но они уже не годятся. Мы их должны растянуться. А растянуться, значит, исправиться. Меня называют уникальным математиком. Я думаю, что это преувеличение, но я все-таки должен сказать, что даже уникальному математику просто невозможно понять то, что мы делаем сейчас. К слову сказать, расстояние. Мы читаем в книге книги, вы знаете, что такое книги, что сначала Бог создал небо и землю. Ну, хорошо, но я занимаюсь траекториями. Вот я лично занимаюсь траекториями. А что было до начала? Сказано, с начала или в начале Бог создал пространство и вещество. А что было до начала? То есть до начала из этого определения следует, что ничего не было. Ничего означает ничего. Что такое ничего? Это не пространство, не вещество. Ну, раз так, как же и где же, кто же и мог создаться? Я думаю, что наука нуждается сейчас в совсем другом подходе. Подход заключается в том, что мы еще не начали даже прикасаться к обновлению наших социальных представлений и диалоги. Если мы не поторопимся заняться этими делами как можно скорее. Я думаю, что нас ожидает огромный комплекс осложнений в предстоящем новом столетии. Мне хотелось бы завершить ответ. Это я назвал его философией эпохи. Я бы сформулировал так. Сейчас, если взять, например, термодинамику, если взять электродинамику, если взять новейшие достижения атомной физики, что там происходит, и если присоединить все это, погрузить все это в головную головку межконтинентальной ракеты, то эта ракета прибыла бы в такие места, в такие пространства, где нет никаких законов, охватывающих того, что мы туда упаковали. Иначе говоря, мы идем впереди научного прогресса до такой степени, что еще даже не догадываемся, что мы делаем. 50 лет назад, когда вы вне Советского Союза начали заниматься наукой, то, что вам дорого, то, что вы умеете, и вопрос напрашивается следующий. Как это вам удалось, не зная языка, английского языка? Как мне удалось узнать? Ну, прежде всего, я хотел бы напомниться о одном или двух элементарных вещах. Когда я прибыл в Англию, я владел почти в совершенстве немецким языком. Ну, русский, конечно, но там еще всякие другие языки. Но не английский. Не английский еще. С английским языком мне было иначе. Я начал свою работу здесь, в двух очень выдающихся учебных заведениях. Имперский колледж науки и технологии. Это амбар Нобелевских премий. Это, знаете, вы пройдете, не пройдете и 30 шагов, чтобы не увидеть, где написано имя Нобелевского лауреата. Что, они выходцы из этого колледжа? Все из этого колледжа. Вот, я вас сегодня поведу и покажу вам, где делается. Это, во-первых, когда вы попадаете в такую атмосферу, то знание как-то само по себе идет. Это имперский колледж. Одновременно я был представлен на научную работу в Кранфилдский колледж аэронавтики. Аэронавтики. У нас в СССР ничего такого не было. Ну, самое близкое, что можно было бы назвать, это Академию имени Жуковского. Но это была политизированная Академия. Мне пришлось, собственно, меня протащили через имперский колледж и колледж аэронавтики. Я не боюсь преувеличения сказать, что я окончил эти университеты. Если меня сегодня кто-нибудь спрашивал о моем образовании, то можно было бы сказать, что я человек безначального образования. Человек, который после отбытия на Запад имеет за собой теперь Академию имени Жуковского, физико-матемический факультет Московского университета, имперский колледж науки и технологии и Кранфилдский колледж аэронавтики. Кранфилдский колледж, собственно, протащил меня в буквальном смысле через самые суровые еще никому неизвестные науки. В Кранфилдском колледже мне пришлось заниматься такими вопросами, о которых мы понятия не имели, куда мы идем. Но пришлось разрабатывать все заново математические теории, физические теории. И главное заключалось в том, что я в это время одновременно теорию соединил с промышленностью. В Великобритании имеется авиационная фирма называется British Aircraft Corporation, где самолеты делаются. И вот я денно и нощно работал в этом учреждении. Теория, практика, теория, практика, теория, практика. И язык как-то пришел, я даже не заметил, как пришел язык. Даже не заметил. Сейчас я более-менее свободно объясняюсь на хорошем теоретическом уровне, скажем, ну, по-русски, конечно, по-немецки, по-английски, по-французски, ну, скажем, 6-7, с натяжкой 8 языков. когда вы занимаетесь такими делами, то одно идет к другому. Меня очень заинтересовал, например, китайский язык. Китай делается очень выдающимся аэрокосмическим государством. Но как же можно пройти мимо такого государства, не владея основами его языка? Вот и случилось, что получается. А вот свой язык осетинский. Я думаю, что свой язык немного страдает, но мне кажется, что в осетинском языке совсем другого рода беда. Я понимаю, что Осетия маленькое государство, маленькая республика. В таких случаях, как говорили до Эльхота, доедешь и дальше не годится. Но дело не только в этом. Дело не вне годится. В мире много маленьких государств, в которых языки развиваются, культура, знаете, как весенний луг, прямо тысячи сотов развивается. Это может быть Севаститель. Но у нас вот что получается. Ваша фамилия. Как ваша фамилия? Салби. Салби Ев. Вы знаете, что И, В, И, Ев это не сетинское. Это пришедшее. Я слышал, что раньше были Шалбион, Форнион. окончание как вашей фамилии. У меня имеется старый друг в Турецкой Академии Наук. Старик, старик, глубокий. И он мне говорит, вы знаете вашу фамилию, откуда происходит моя фамилия. Он мне рассказал, что если копаться глубоко в это дело, то ваша фамилия означает место Токат. Есть такой город в Турции. Токат означает место ежегодных сборищ принцев. Меня это удивило, слушайте. Беда заключается в том, что на нашем осетинском языке это неплохо, но и не очень хорошо. Слишком большое засилие неизбежной русификации. Имейте в виду, если речь идет о знании русского языка, русский и так далее. Я такой же русский, как любой русский. Я не Россия моя родина. но факт остается фактом. Что бы мы ни взяли, обязательно русифицируется. Например, Аллагир. Что такое Аллагир? Название города. Аллагир. А. А почему вы говорите Аллагир? Аллагир. Аллагир. Почему нельзя сказать по-осетински? Да, как интересно. Вот вы из Эльхотова. А вот меня заинтересовал вопрос, откуда это название Эльхотова? Это арабские слова. Эльхот. Нашим словаристам следовало заняться разрусификацией и дать осетинскому языку его нормальные, естественные произношения. Это было бы хорошо. Когда в ЮНЕСКО недавно обсуждали в чем же проблема языков в мире. Один очень известный датский философ сказал, что беда заключается в том, что мы не говорим на своих языках по-своему. Мы говорим на своих языках по-иностранному. Я думаю, что рано или поздно так называемый национальный вопрос, который все время обостряется одновременно, между прочим, с господством основных языков английского, русского и так далее. Я думаю, что в недалеком будущем у вас и в Осетии и в других местах получится очень неприятный сюрприз. Народы станут перед выбором говорить по-своему или говорить на своем языке по-иностранному. Вы пока говорите по-иностранному. На своем языке по-иностранному. Да, 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 да. Вот вы меня спрашивали, как насчет осетинского языка. Я должен вам сказать, что осетинским языком я владею ну, приблизительно как на уровне среднего осетина. Может быть, немного ниже, немного ниже. но когда вот иногда ложишься и слегка прикрываешь глаза и читаешь энциклопедии или словари, призадумываешься, вот откуда у нас это слово, откуда у нас это слово. Немного неудобно. Неловко, да? Неловко. Мы слишком иностранизируемся, тем самым себя лишаем некоторых важных вещей. Вот в связи с вопросом об астинском языке мне хотелось бы упомянуть один очень важный момент. У нас еще не решен исторический окончательно вопрос о происхождении Осетии. Осетия это подброшенное название. Это грузины когда-то подбросили Оси и пошли Yes. Это подброшенное это неестественное название. Ну хорошо, вы говорите Аланы. А вот какая работа зашла глубже истории Алании. Ведь до Алании тоже были что-то. Скифы, Сарманы. Yes. не только это. Если вы заглянете в Римскую империю, развал Римской империи, то вы увидите, что восход народов с востока на запад был фактически тронут вот этим развалом Римской империи. Сильная, хорошо развитая цивилизация и она двинула не совсем обоснованные народа и двигаться туда. Когда вы роете своих деталей, вы обнаружите, что может быть мы поторопились с названием Алания. но это я очень извиняюсь, что республика сейчас Алания. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это я имею ввиду. Может быть будущим поколениям придется сожалеть, что мы поторопились немного. Надо было глубже исследовать. Беседовать с профессором Тукати можно бесконечно долго. Ведь столько, сколько знает этот человек невозможно рассказать ни за день, ни за неделю, ни за долгие годы. Уникальность профессора в том, что даже одно, казалось бы, случайное слово, сказанное собеседником, заставляет неутомимый мозг ученого выстраивать свои, только ему известные цепочки логических умозаключений, которые приводят в итоге к новому, более совершенному знанию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и наступает праздник, скажем, Джоргу-Бах. Вы вспоминайте? Каждый праздник мы собираемся. Мы живем в трех домах. Либо в одном дом, в втором, в третьем, скорее всего, через по очереди. Мы собираемся и праздник. Это старинный пригород Валдана Уэмблдон. Он известен всем любителям большого тенниса. Здесь проживает со своей семьей легендарный профессор Григорий Александрович Токати. О жизни, о судьбе, о науке наш разговор. В моем возрасте нельзя играть в недоговоренности. Я должен... Нельзя этого... Пришло время, когда надо говорить то, что есть. Когда меняли латинский алфавит на теперешнюю релика для австинского языка, абсолютно неподходящая. Это было в 38-39 годах. В 40-м году уже оформилось. Я имел возможность выступить на коротком завещании в доме ученых на Кропотинской улице в Академии наук. И я выразил такую мысль, что это одно из деяний нашего времени, которое вскоре будет критиковаться очень сильно. Я думаю, что это более-менее точные слова. Это перемена противоречива так называемой сталинской Конституции 36-го года, где говорится никакое прямое косвенное расовое религиозное дискриминация не разрешается преследоваться законом. Есть такая статья. Я думаю, что статья 25-й Конституции. Видели, в чем дело? Тогда и произошла небольшая трагедия с Коста. приблизительно в это время шел перевод Коста Хетагурова в Академию наук. И я по этому поводу и выступил. Я думаю, что перевод Коста, собрание сочинений Коста Хетагурова было неудачным. Если тогдашние переводчики еще живы, я им шлю мои любовь и уважение. Если умерли, пусть они не беспокоятся. Я их всегда поддержу. Но это была ненужная, поспешная, но не поспешная, может, даже запоздалая, а чрезмерно упрощенная трактовка русского литературного языка с осетинским тогда еще нелитературным языком. Перевод Коста сейчас иногда противоречит тому, что хочет сказать. Но вот я вам скажу один маленький пример. У Коста есть такой Шардей Жемагей, Губерты Жемагей, Нхаши Бады Жарон Кубады. Вдумайтесь в каждое из этих слов. Ничего, кроме угнетения в этих словах, нет. Все, буквально все сжимает. Но с другой стороны, посмотрите более широкий сферу Коштаха и Табура. Кто он был? он был человеком типа Лермонтова, Некрасова, вот таких людей революционных демократов. Тогда, когда страна вырывалась из плотных цепей несвободы, вот в это время переводятся такие вещи. Имейте виду другое. У Коста есть одно по резине, я точно не помню. Ну что ж, друзья, сознаемся, сознаемся, среди русских я родился, среди русских вырос я и так далее. Это почти моя позиция, я среди русских вырос. Меня нельзя обвинять в антирусском. между прочим, никогда никто меня не обвинил. Но, несмотря на то, что он не антирусский, Коста, в то же время он не не вырос. Нахаши, Бады, Жерон, Хобады. Видите, в чем дело? Надо отойти отсюда немного от осетинской литературы. Надо заглянуть кабардинскую и чеченскую, ингурскую. Что вы замечаете? Вы смотрите, Дербент, вы знаете, что говорит Дербент? Город-крепость. Город-крепость. Вы знаете, что говорит Грозный? Грозный, чем угрожают. И вот так просмотрите через всю линию кавказской обороны. Вся она насыщена насилием. Варь? Но позвольте, вы не можете себя называть свободной литературным отношением нации, если вы живете в Владикавказе. Что такое Владикавказ? Владикавказ. Владец извините за выражение. Владец можно только женщиной, сапогами, подошвой, но не народом. Таких принципов нет. Я думаю, где-то на днях кто-то в Астинской газете написал одну выдержку из моих дневников. Там приводится такой пример. когда Вольтера спросили, как вы благословили юношу в добротную жизнь. Он призывал, мой какой вопрос. Пожелать ему доброго здоровья, Бога и так далее. Но нет. Он подумал, закрыл глаза, потом придет руку на голову мальчика и говорит Бог и свобода с тобой, мой друг. И ушел. А с тех пор французская философия думает. Значит, Бог есть, он остается, но Бога одного недостаточно. Понимаете? Нужна свобода. Где нет свободы, там не может быть Бога. Бог может свободно действовать только там, где неограниченные свободы. Нельзя Бога поставить в рамки. Невозможно. Это глупо. Какие вот у вас впечатления профессора остались о великом Жукове, великом полководстве? Ну, это уже политика. Нет, а если чисто человеческий рамк перевести, он же тоже человеком был? Да, который был в забытье последнее, ну, как минимум десятилетие в Советском Союзе. Я думаю, что Жуков был высоко порядочный человек, а я говорю серьезно. Я бы считал Жукова на один аршин выше, чем, скажем, Соколовского. Соколовский был после Жукова там. Я думаю, что Жуков у меня охотно пошел бы где-нибудь на краю фронта лежать рядом. я бы не беспокоился. Я бы не со всяким махал бы сделал. А вот Жукова у меня сделал бы. Хотя он со мной разговаривал, разговаривал языком. Сволочь, сукин сын, и любя. Извините, вы и так далее. Вот так разговаривал. Хотя пойдешь с ним, он ударит в сторону в стол, так и такие матом. Я доверял этому человеку всегда. Когда его отозвали в Москву, это было сентября 1946 года, кто-то распорядился, чтобы на приеме, на прощании сусу ледник не играл. Жуков, я сидел на дни как раз он говорит, что это, кто это приказанное, что такое. Ты приходи, я тебя посажу рядом с собой, и пусть мне тогда говорят, и так и сделал. Так и сделал. Это показывает порядок, человеком, он не считает себя рискующим. Ну, и то, что он ценил вас, ваш ум? Я думаю, что ценил он это. Казалось бы, что он мне доверял. Он мне доверял сто процентов. Для меня это было важнее всего, что он мне доверял. А в каком году это было, когда вы за круглым столом сидели Жуков, рядом с ним вы, Эйзенхавер. А, в 45-м году. И кто еще был третий? Эйзенхавер, Монтгомери, английский бен паршал, и латер, и французский, Жуков. Петвером, да. Петвером, и по их саде. В жизни профессора Токати были удивительные встречи, знаменитые собеседники, исторические события. Собственно говоря, профессор Токати сам своими руками делал то, что принято называть историей. Ведь все, что было создано им, не просто повлияло на жизнь многих людей. Это в корне изменило и ускорило бег к времени. Если бы сравнивать Ленина, Сталина, ну, Троцкого, у него особая судьба, я бы сказал, что в отношении руководства государством Сталин стоял, пробовав на голову, на две головы выше, чем Ленин. по крайней мере, практически организационные вопросы. Может быть, у Ленина были более развитые идеологические концепции, но он был фанатиком. Вы знаете, когда вы читаете ренегат Каутский и проблемы большевизма, просто невозможно понять, как к этому человеку, отдайте ему все за него. Но не получается. Это был фанатик. Фанатик в том смысле, что фанатику думать не полагается. Когда течет вода, вот вода течет туда. Не прикажете ей течь сюда. Вот фанатик течет туда. Правильно неправильно это не важно. Положено течь, течет туда. Это же страшные люди такие. Вот в этом разница между Лениным и Сталином. Опять таки террор. Слушайте, в Осетии, возьмите Осетию. Там же ни одного, ни один руководитель не выжил. Обкомовский никто не выжил. Террор был. Но зато чувствовал, что хозяин был. Моя философия if I were given если мне дали возможность выбираться, я бы и того, и другого, я бы свалил с берега телекой, пусть их несет. Есть лучшие, более ясные, совершенно конкретные методы ведения хозяйства. Вот это уже вопрос субой. История не имеет сослагательного наклонения. Мы можем только предполагать, как повернулась бы судьба Григория Александровича. Что было бы, если бы в 48-м году он не уехал? Этот вопрос останется без ответа. Профессор Тукати смотрит гораздо глубже и дальше. И горизонт его мысли во много раз шире горизонта нашей планеты. И такой поистине вселенский взгляд дается только тем, кто готов пристально вглядываться в бесконечность. Совсем недавно, буквально месяц назад в Англии появилась книга. И в книге говорится «Моя фотография и самолет «Утка». И этот самолет был спроектирован под руководством Бена Воздушной Академии Милюковского в 1900 годы войны. И считалось сверхскрепным и так далее. Опубликовали. Понятия не я даже забыл об этом самолете. но он выкрут так и узнает. Люди узнают. У меня частного дома нет. Я живу по билету Америка здесь. Конкорд, да? Конкорд, да. Это правда, что это пожизненно бесплатный билет? Да. Сколько часов налетали, если вот так подумать? кто-то посчитал и говорит 88 тысяч часов. Но это все нормальный полет. 13 часов в один конец, В один конец. А как, легко вы переносите самолет? Оу, я люблю. Я люблю летать. Они уже знают, особенно когда обычно самолеты крылья обычно вот так отболтаются. Меня это привлекает. Я люблю это. Сидеть у самого конца, чтобы меня качало там. Я знаю, что происходит в этом месте. Конечно. И еще. Главный ученый Конкорд конец. Но вы чувствуете в воздухе гордость за свое детище? Я не думаю. Хочется не думать. Или просто уже не думаете об этом? Да, не думаю. Скорее всего, я сожжусь, и это хорошее время. Бумаки это хорошее время для меня решить определенные уравнения. Это удобно. Никто не мешает. Обычно в конкуле места расположены и так, если я или Дордж как разлетаем, кто-нибудь сидит в этом месте. Никто другой не может там спередать. То есть персональный место? Волее менее персональный. А сколько лет коллеги ваши Эдвардов? 87. 87. Выходит, что он одного года где-то. Но он чуть помолочнее. А не хочется год своего 90-летия все-таки выпустить мемуары? Ведь известно, что вы вели дневники много лет. Нет, что нет. Я думаю, что нет у нас. Сейчас скажете, нет времени. Нет времени. Но желание есть? Желание есть, но вот я отдал просто так подел люди с собой я говорю вот пожалуйста. И она делает, что их написать. Но Людмила выпустит это в газете, где она является редактором. когда-нибудь еще приедет с такими намерениями, если я опять вот так. А так сейчас за мной числен я думаю, что 13 книг. Да, это известно нам. И не все они написаны мной. это те публикации, которые не подлежат пока оглашению, это я не знаю. Не положено сказаться. Но когда тогда все равно станет явью. Все, что тайной, станет явью. потой. Да, это будет неприятно, скажем, определенным кругом в Москве. Потому что придется тогда менять отношения, ориентации? Нет, отношения личности. личности. На что делать? Ведь как вы говорите последнее время, я не в том возрасте, чтобы оставлять недоговоренность. Да, это я не буду говорить. Но с другой стороны я подписал всякие обязательства. До столько многое, что для старости мне было бы ни концу отрекаться от этих обязанностей. Я думаю, что ничто не сможет повернуть что-то вашей репутации, ученого, профессора в какую-то худшую сторону. вы уже человек планеты. Меня мало интересует планеты. Меня это совершенно неинтересует. Я работаю сейчас над трехтонной историей. Истории, науки и технологии. Последние 300 лет. я думаю, что я должен быть кончен. Это великий труд, конечно. Это будет большой. Я думаю, что я сделал, может быть, что-нибудь 80% я участвую немного больше. Я думаю, будет кончен. Во сколько начинается ваше утро и во сколько начинается ночь? Сон? Сколько вы видите? Я думаю, что это уже написано кое-где. Немное обоих. В среднем я работаю 16 с половиной часов в сутки. 16 с половиной часов. Для меня нет такого понятия, как идти в постель, выключить свет из-за слуха. Такого не бывает. Я должен прочитать что-нибудь 2-3 страницы, 5 страниц, и тогда я спокойно регулирую спать. У меня нет такого понятия усталость. только в последнее время начинаю уставаться. Но такого понятия, как усталость, у меня нет. Я работаю над математикой в некоторой области. Мне не нужны никаких компьютеров. Я иногда меня часто спрашивают откуда ты берешь? Я смотрю на полу и говорю оттуда, с потолка. И он говорит извините, вот так. Я хотел бы, чтобы я тоже был так. Могли мальчик из осетинского села Ставдорт представить себе, какой огромный путь ему предстоит пройти. Знал ли он, глядя на звездное небо, что именно с его помощью человечеству станут ближе и Луна, и Марс, и Меркурий? Мечтал ли он, садясь за руль первого сети трактора форцом, что через полвека самолет Конкорд, созданный при его участии, будет летать быстрее скорости звука. Может, об этом и мечтал маленький гопки, профессор Григорий Александрович Токати в самом начале двадцатого века. Нашу программу будут смотреть в России. Что бы вы хотели пожелать россиянам и нашим соотечественникам маленькой, но гордой Осетии? Сначала маленькой. Маленькой должно иметь преимущество. Можно в камеру? Yes. Осетии. Что я хотел бы сказать Осетии? Я отмечу то, что уже отмечал. На вашей конференции или конгрессе возрождения меня поразили два выражения. Может вы уже знаете о них. Один, я думаю, что он турик, турок, выступает, говорит, мы турецкие осетины говорим своим собратьям, что на улице нельзя выходить с нам непристойными или в непристойном виде, потому что мы осетины. поняли, Это первый. И какой-то из ваших поэтов, я не помню, кто это был, он говорит, мы слишком хвалимся, есть такое выражение, слишком хвалимся, это очень опасная болезнь. Хвастаемся. Хвастаемся. Это очень нехорошо. Очень нехорошо. А если взять искусство, остинское искусство, я часто смотрю, между прочим, показываю, всегда приношу и показываю иногда. Вот имеется одна игра с ножами, кинжалами и так далее. Когда сажают их в пол. Это хорошо, это героически, артистически, но это не цивилизованно. НАТО различает между цивилизацией и культурой. Я думаю, что такие вещи не украшают, они раскрывают ваше состояние, но не подтверждают, что это хорошее состояние. Понятно? Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы нашли время. Я благодарю за этот портфель. ему более 20 лет, в то время, когда профессор Туркати был главой департамента. Здесь никаких комментариев не делая. Земля круглая, может быть, мы здесь снова и встретимся. Спасибо и счастливо. Из Лондона Аким Салбиев. 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 Салбиев.